Тревожность наших граждан Тревожность наших граждан, конечно, перекрывает все возможные барьеры. И действительно, все похоже на шифрению, когда люди рассказывают про какие-то химтрейлы. Реальных исследований нет и некому их проводить. Есть странности, конечно, случаются, и люди требуют объяснения, некому объяснять, потому что нас ни в грош не ставят. И если мы говорим, что нас что-то волнует, это не значит, что власть собирается это замечать. Ну, даже можно писать куда угодно, в прокуратуру или президенту, люди очень любят так. А я самому президенту напишу. Что толку-то? Никто не будет с вами разбираться. А то, что нас реально травят, я это вижу своими глазами, без всяких исследований. Хочу просто немножко показать то, что у меня на даче прямо перед глазами. Вот смотрите. Вот это липа. Это липа. Вот, смотрите, листочек. У него такие небольшие пятнышки. Это пустяк. А вот чуть старший листочек. В каком он состоянии? Видите, какие белые полосы возникли? Вот они. Вот они. Ничем не поливаю, никакими не обрабатываю химикатами. Ну, это же, в конце концов, не плодовое дерево, чтобы к нему так относиться. И вот все листья в таком состоянии. Вот напротив ива растет. Смотрите, что происходит с листьями. Вот возьмем листочек и посмотрим. Вот. Это не садовое дерево. Это не где-то рядом шоссе. Это вот глубоко в овраге. То есть это явно связано не с моей деятельностью, не с тем, что дорога рядом проходит. Вот, например, смотрите. Это у нас клен. Клен. Листья клена вполне, можно сказать, нормальные. Тут не видно. Хотя тоже, видите, какие-то пятна образуются. Но в целом, более-менее, можно сказать, что клен относительно здоров. Вот смотрите, какие тут болячки. Не видно, наверное. Ну да, вот. Такие вот. Вот такие черные пятна. А вот тут рядом березка растет. Когда-то посадил ее, и она уже такой приличной толщины. Уже, наверное, 20 лет прошло. Она вся пожухла. Вся пожухла. У нее и листья-то не развелись. Ну и там, если выше посмотреть, такое впечатление, что береза очень тяжело болеет. Вот. Пойдем посмотрим в другие места. Не говорю уже о том, что яблоня сбросила практически все яблоки. Ну вот яблоня. Вот, посмотрите. Вот одна. Вот вторая. Здесь яблоки есть. Ну тоже те же самые черные пятна. По всем листьям. Вот, смотрите. Вот тут следующее. Все в таком состоянии. Все в таком состоянии. Вот, смотрите, черешня. Просто убийство. Вот такие вот. Вот так вот. Эти листы причем опадают. Вот они все. Ну вот, алтайский сувенир. Яблоня. У нее все в порядке. Она переживает более-менее нормально. А вот, смотрите, это уже листья облетают. Смотрите, что происходит. Листья облетают. Это причем началось в августе. Это, этого не было в июне. А вот, а вот полностью, можно сказать, погибшее, погибшее дерево полностью облетело листва. Вот такие вот черные листья. Этого не было в прошлом году. Этого не было еще в июле, не было в августе. Вот такая ситуация. Ну и напоследок, вот цветы. Они, конечно, уже давно отцвели. Но, посмотрите, одни, у одних зелень сохранилась, а другие просто, просто совсем, совсем завяли. И вот, вот их болячка. Вот их болячка. Совершенно вездесущие кабачки. Смотрите, что с листьями происходит. Вот так. Вот так. Я уже не говорю о том, что любой огородник или садовод сражается со всеми пандемиями, вместе взятыми, один на один. Никаких рекомендаций нет. Продают семена, которые не всходят. Вот в этом году тоже я что-то попытался посадить. В прошлом году у меня, я так удивился, огурцы посеял двух сортов. Один сорт взошел полностью, другой не взошел полностью. Я думаю, ну, наверное, проблемы в семенах. Дай-ка я в этом году перепишу все семена и посмотрю, какие взойдут, какие нет. И так погуще посажу. Ну, скажем, огурцы не взошли все. Капуста не взошла вся. И что мне с этим делать, кому претензии предъявлять за то, что впустую прошел этот год. И, ну, там другие какие-то культуры более-менее. А эти вот вообще не взошли. Покупал в магазине Глобус. Вот разных фирм. То есть торгуют семенами, которые не могут зайти. Можно, конечно, списать это все. Да, ты не умеешь их готовить. Но я специально провел эксперимент. Там вот он посадил специально в тепличные условия. Попытался прорастить. Ну, и ничего не вышло. То есть ноль. Прорастиваемость ноль. Или если, скажем, я одни, там, скажем, морковь посадил, она вся взошла. Вот. А огурцы, капусту посадил, они все не взошли. Вот. Так что, ну, здесь мало того, что навариваются какие-то недобросовестные люди. И государство ни в чем не участвует. То есть земля есть. Вроде она должна родить. Должны быть сады, огороды, за которыми люди ухаживают в удовольствие свое. Вот. В особенности в пожилые годы. Там, когда уже человек не может тяжело трудиться. Но он может ухаживать за садом, за огородом. Лет до 70 запросто. И что получается? Получается обман. Да, чтоб ты сдох. Вот отношения. И кислотные дожди, которые поливают здесь все подряд и уничтожают плоды труда. Какой можно сделать вывод из всего этого? Ну, вот этот принцип правительства, чтоб вы сдохли, вот он просто налицо. Нужно нам такое правительство. А если не нужно, то почему вы каждый сам за себя? У меня на моем видеоканале в комментариях гундят беспрерывно. И вот подавляющее большинство комментирует. Ну, надо что-то делать. Вставай, поднимайся. Вставай, страна огромная. И сами сидят на лавке или там на заваленке. Ничего не делают. Ну, есть структуры, созданы уже организации. Где вы? Вас просто нет и все. Вы активность не проявляете. Вы только вот откомментировал и уже. Ну, все, я свое дело выполнил. Пусть кто-нибудь другой. Где общественные структуры? Общество исчезло. Все. То, что было живым, разгромлено. То, что было полумертвым. И что, в принципе, государство должно было поддержать. Все умерло. А на этом месте чертополохом растут организации, враждебные русскому, русской цивилизации, русскому духу. И вот враги труда. Клешивый щеголь, враг труда. Вот мы свой труд, даже тот, который за пределами рабочего времени, кто-то на пенсии трудится, кто после рабочего дня, все это превращается в пыль деятельностью вот этого плешивого щеголя и таких же негодяев, которые сплотились вокруг него. Мы не сплотились никак. Никак. Сколько бы я ни привызывал и ни говорил, что все, структуры-то созданы. Уже есть вот эти ячейки, в которых можно работать, но этого нет. Вы мне денег дайте, тогда, может быть, я что-нибудь начну делать. И этот принцип торжествует везде. И значит, общества нет. Общество – это самодеятельные организации, которые сами себя спонсируют, люди сами себя поддерживают. И деятельными гражданами являются именно по той причине, что они так же, как свой сад возделывают, они возделывают свою страну тем, что они состоят в общественных объединениях и работают в них бесплатно, или даже сами оплачивают или членские взносы, или просто поддерживают организации. Если этого нет, то каждый из нас один на один с вот этой оккупационной властью, которая уничтожает плоды нашего труда, уничтожает нас вместе с нашими гражданскими правами, вместе с нашей перспективой. Либо мы с ними сражаемся, а это значит, что единственное средство, которое есть, это вступать в общественное объединение и выражать свою общую волю. Иногда это просто текст, иногда это публичное действие. А там кто знает, какие могут возникнуть ситуации. Поэтому так в общественной организации защищать свои права, свое будущее, своих детей, внуков. А без этого все это трепотня. Я не блогер для того, чтобы вас завлекать в свою аудиторию, а потом сдать какому-нибудь рекламному агенту или пропустить там какое-нибудь рекламное словцо. Я ищу соратников. Мне просто комментаторы-болтуны совершенно не нужны. Соратники, где вы? Ищу вас. Слава Руси! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok